В районном Краеведческом музее состоялась презентация одного из 13 поселений. Именно оно имеет прямую связь с установленным красным знаменем над Дрестагом в 45-м году. В нем проживали великие кинорежиссеры, знаменитые актрисы театра и кино. Все это – части одной большой истории города Дреста. История становления города начинается с 1861 года. На железной дороге Москва-Нижний Новгород сооружается разъездная станция, которая получает свое название по протекающей рядом речке – Дрезна. На протяжении почти всей жизни города его сердцем была предельно ткацкая фабрика. За ее станками трудилось не одно поколение дрезненцев. Дрезненская фабрика была градообразующим предприятием. Соответственно, все структуры, все были связаны с фабрикой. Даже, наверное, значение городского совета было не так важно, как сама фабрика, в том числе и директор. То есть жилье было фабричное, детские сады были фабричные, профилакторий был фабричный. Соответственно, и строительство, и все шло через фабрику. Так общий трудовой стаж семьи Натальи Лещевой насчитывает более 250 лет. И ткачи, и прядищики, и водители, и ленточницы, и ровничницы – все в нашей семье работали на дрезненской фабрике. Ну, и в том числе ваш покорный слуга Наталья Юрьевна отработала 12 лет качихой, начальником отдела труда, отдела главного механика, председателем профсоюзной организации. Город Дрезна знаменит не только своей фабрикой, но и людьми, которые в нем проживали. Так здесь родились знаменитая актриса театра и кино Наталья Маркина, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Более 10 лет в городе жила семья кинорежиссера Евгения Карелова. Он снял такие фильмы, как «Нахоленок», «Служили два товарища», «Дым в лесу». Также ко дню победы была обнаружена биография еще одного жителя Дрезны – Федора Яковлевича Лисицына. В годы войны это генерал, который возглавлял политотделы нескольких армий. И главное, что он организовывал, был связан с работой знаменосцев, которые водрузили Красные Знамя в 1945 году над Рейхстагом. На протяжении года все желающие смогут ближе познакомиться со всеми поселениями Орехово-Зуевского района. Каждый месяц будет отведен одному из них. В музее будут проходить презентации, выставки, встречи со старожилами. Следующий на очереди Куровское. Знакомство с городом начнется в августе. Продолжение следует...